Автокатастрофа произошла год назад. Две девочки и женщина погибли. Когда виновника аварии Александра Руденко судили на 8,5 лет колонии поселения, пострадавших поразила мягкость наказания. После апелляции суд ужесточил наказание. Срок тот же, но колония общего режима. Вовсе не говорят. Человек, который по-настоящему так и не признал вины, исправляться не хочет. Форму одежда нарушает и спит в неположенное время. Пытается разными мелкими нарушениями препятствиями. Содержание в штрафных изоляторах – это тоже ничего хорошего. Ты с утра встал, кровать твою железную пристегнули к стенке, матрас сдал, вечером забрал. Происшествие повлияло на изменение движения на пересечении проспекта Ленина с улицы Анатолия. Здесь БМВ Руденко год назад врезалась в Рено. Цветофорный объект, расположенный на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия, оборудован светодиодными светильниками направленного света, синхронизированными, с запрещающим сигналом светофора. На пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя установлен стационарный аппаратно-программный комплекс фото-видеофиксации. Это уроки, которые вынесли с ДТП сотрудники дорожной службы. А вот вынесет ли уроки виновник той аварии? По крайней мере, в ОФСИН говорят, что с таким поведением досрочного освобождения он может не ждать. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.